Донбасс 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 В худшем случае государство потеряет до 2 миллиардов долларов валютной выручки, что отразится на курсе гривны. Более 300 тысяч человек могут остаться без работы. Александр Васильченко, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. Уже третью неделю продолжается железнодорожная блокада на Донбассе и ситуация становится все острее. Сегодня на своей странице в фейсбуке активисты призывают присоединяться всех тех, у кого есть оружие. А это значит, что совсем скоро блокада может стать вооруженной. Кроме этого, в соцсети отмечают, в дальнейшем контролировать будут все новые и новые направления, в том числе и автомобильные трассы. На данный момент перекрыты три участка железнодорожных путей, заблокированы три состава. Из них 57 пустых вагонов и 47 с углем. А эксперты уже подсчитывают экономические потери страны. По информации Центра транспортных стратегий, в результате блокады на Донбассе, Украина не получила 240 тысяч тонн угля. А убытки Донецкой железной дороги составили 53,5 миллиона гривен. США обеспокоены блокадой поставок угля с неподконтрольной Украине территории на востоке страны. В посольстве Соединенных Штатов в Украине подчеркивают, представители власти должны вести диалог с участниками блокады и вместе согласовать шаги, которые позволят законным товарам беспрепятственно пересекать линию соприкосновения. Кроме того, Вашингтон призывает ускорить выполнение реформ в энергетическом секторе. Прекратить блокаду неподконтрольных территорий Донбасса призвали и в ЕС. В представительстве Евросоюза в Украине подчеркнули, блокирование может привести к энергетическому кризису, который навредит гражданам Украины по обе стороны линии разграничения. Участников акции призвали немедленно разблокировать железнодорожное сообщение. Веерное отключение чрезвычайное положение в энергетике не выход, считают в оппозиционном блоке. Об этом идет речь в официальном заявлении Политсилы. Единственное решение, по мнению оппозиционеров, остановка железнодорожной блокады и привлечение ее организаторов к уголовной ответственности. Политики утверждают, что за бездействие властей расплачиваются простые украинцы. В эти дни Украина чтит память героев Небесной сотни. Киеве на Аллее Героев торжественно открыли строительство мемориального комплекса. Столичные власти выделили 2 гектара земли, а к разработке проекта собираются привлечь международные структуры. Для финансирования мемориала создадут фонд, в который президент Порошенко пообещал лично внести деньги. Мероприятия, посвященные памяти погибших во время революции достоинства, будут проходить в столице несколько дней. Напомню, официальным днем Героев Небесной сотни считается 20 февраля. На этом месте великое братство без страшных людей заплатило найвищую цену за свободу нашей с вами государства. В годовщине революции достоинства в столице запланировано около 20 массовых мероприятий. ИСБУ и полиция призывают украинцев быть бдительными, не поддаваться на провокации. А вот в МВД одним из важнейших аспектов госбезопасности посчитали борьбу с врагами в соцсетях. И предложили заблокировать для украинцев одноклассники и ВКонтакте. По словам советника Авакова, Зряна Шкиряка, эти ресурсы контролируют российские спецслужбы. Особисто я переконанный, что одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных мереж ВКонтакте и Одноклассники, которые сегодня полностью, еще раз наголошу, полностью подконтрольны и руляются российскими спецслужбами. Пока Зряна Шкиряк ищет врагов в соцсетях, в компании чиновников из Северной Кореи и Пакистана, а именно эти страны имеют опыт блокирования соцсетей, в Киеве произошла очередная дерзкая хулиганская выходка. На ограждении польского посольства повесили портрет Степана Бандеры. Сделали это активисты организации «Черный комитет», аккурат в преддверии Мюнхесского саммита. По их словам, причиной послужили антиукраинские заявления высших чиновников Польши, президента Анджея Дуды и лидера правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Кочинского. Напомню, они требуют от Украины отказаться от героизации Степана Бандеры и УПА. Махновщина в Гуляйполе. Полиция Запорожской области задержала троих злоумышленников, которых подозревают в вымогательстве, избиении и похищении односельчан. Еще в прошлом месяце трое жителей Гуляйполе избили супружескую пару. Позже они похитили одного из жителей района и вымогали у него деньги. Все жертвы опознали своих обидчиков и обратились за помощью в полицию. Как оказалось, преступление совершала группа из трех человек, причем двое из них депутаты Гуляйпольского городского районного совета. Пока идет следствие, всем им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Призвали к ответу. В Одессе депутаты ОКОБЛОКа требуют от полиции ускорить расследование дела об избиении председателя Раздельнянского райсовета Феликса Сегала. Напомню, его жестоко избили еще неделю назад, но никакой информации от правоохранителей до сих пор нет, жалуются политики. Подробности далее в материале. Возле Одесского управления полиции депутаты оппозиционеры. Их беспокоит, что со дня жестокого избиения коллеги Феликса Сегала прошла почти неделя, а о ходе расследования ничего не известно. Преступление уверенно имеет политическую подоплеку. Дескать, в раздельной главарой совета от ОКОБЛОКа, как кость в горле для оппонентов, поэтому и напали. Это действительно политический заказ, политическая деятельность нашего депутата. На сегодняшний день других предполагаемых каких-то версий нет. На Феликса Сегала трое неизвестных напали в пятницу вечером, когда тот парковал машину возле дома на окраине Одессы. В реанимацию политика доставили в тяжелом состоянии. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, переломы ребер. Говорит, за ним давно следили. Получил сильный удар по голове. Я так понял, что нападавших несколько, скорее всего, был какой-то слезоточивый глаз, потому что я просто перестал все видеть. На встрече с депутатами начальник областной полиции сообщает. Раскрыть все детали не может. Тайна следствия. Но круг подозреваемых определен. Рассматриваются разные версии. Дело держит на личном контроле. Подключилась и СБУ. Разные версии. От политической, профессиональной до чистого криминала. И по любому из направлений будет существована работа. С учетом событий, в том числе и в ОПО-блоке. Нападение на Феликса Сигала уже с представителями ОБСЕ обсудил сегодня и Николай Скорик. Говорит, европейские наблюдатели живо интересуются происходящим в Одесском регионе и в стране в целом. Нардеп уверен, Европе нужна стабильная Украина. Мы благодарны за ту объективную информацию, которую они доносят до своего руководства, о давлении на оппозицию, о давлении на независимые СМИ, об использовании властью радикальных группировок для расшатывания ситуации, для давления на неугодных. Всего, по официальным данным полиции, за минувший год в отношении оппозиционеров в Одесской области было совершено 11 правонарушений. Практически во всех случаях виновные найдены так и не были. Андрей Кровец, Леонид Аборин, подробности телеканал Интер. После трагических событий на Майдане прошло уже три года. Но никто из причастных к избиению журналистов так и не понес наказание. Об этом говорится в свежем отчете обнародованном Национальным союзом журналистов Украины. Коллеги отмечают, всего за время протестов, начиная с ноября 2013 и заканчивая февралем 2014, избили более 270 журналистов. 9 сотрудников СМИ арестовали. 14 раз нападали на редакции и еще 30 раз журналистам угрожали физической расправой. Первая реакция у всех была – это шок на эту ситуацию. Шок от того, что журналисты вмывали кровью. Но после этого шока очевидно, что и у журналистов, и у всех нас были надеи на то, что будет належное расследование и будет справедливое покарание. Но после трех лет, которые сейчас прошли, мы говорим о полном неверии в возможных результатах расследования по этих справах. Боевики сегодня вечером нанесли арт-удар по жилому сектору Авдеевки. Погиб мирный житель. Об этом сообщает полиция Донецкой области. Также за прошедшие сутки погибли трое украинских военных, еще четверо получили ранения. Наемники 35 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Противник использует минометы, гранатометы, стрелковое оружие. И при этом продолжают укреплять свои позиции. Подробнее о ситуации на передовой расскажет Ярослав Кречко. Обманчивая тишина. Днем по украинским позициям в районе Новоалександровки боевики не стреляют. Но как только темнеет из окопа, лучше не высовываться. В светлое время суток только изредка слышны одиночные взрывы. Это загрязывается по ходу. Они в день любят так прощупать наши нервы на прочность. У нас же вроде как режим тишины, хотя я что-то не вижу, что они его соблюдают. Звитом переважно ведется в огонь. Звитом тоже ведут в огонь. Боец с поземным Рахман рассказывает, боевики ведут огонь прямо из жилых кварталов. Несмотря на то, что в сером селе до сих пор живет несколько семей мирных граждан. Наблюдают наши военные и как боевики укрепляют свои позиции. Работают наемники не прячась, потому что знают, первыми огонь украинские солдаты не откроют. Сами наблюдали, как они АГС ставили на новое место. То есть один треногу нес, один нес АГС, оборудовали новую позицию. Уже поближе как бы к нам. Научные опытом уже не первого относительного затяжья украинские военные уверены, это ненадолго. И в то, что наемники отведут тяжелую технику до 20 февраля, как договорились в Минске, не верят. Они технику прячут, маскируют, не показывают ее БСЕ наблюдателям. Я думаю, что с их стороны условия выполняться не будут. Украинские военные тоже времени не теряют. Несмотря на морозы, вгрызаются в землю и держат в боевой готовности разрешенную Минскому технику. Ярослав Гречко, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. 200 тысяч евро выделит Ватикан для нужд жителей Авдеевки. Об этом во время визита на Донбасс сообщил посол Ватикана архиепископ Клаудио Гуджиротти. Апостольский нутси посетил Авдеевку и Краматорск, чтобы лично выразить жителям Донбасса поддержку и солидарность, а также передать благословения от Папы Римского Франциска. Деньги поступят из фонда акции «Папа для Украины», который основали в прошлом году. Вашингтон по-прежнему будет оказывать содействие Киеву в наращивании военного потенциала. Об этом сообщают на официальном сайте Пентагона. Первый заместитель министра обороны США Боб Уорг встретился с главой украинского МИДа Павлом Климкиным. Уорг подчеркнул, что США по-прежнему настроены на серьезную поддержку независимости и территориальной целостности Украины и призвал официальный Киев не прекращать реформы, которые помогут увеличить эффективность системы обороны. На заявление Пентагона резко отреагировала Москва. В Совете Федерации России считают, что если США будут поддерживать наращивание потенциала украинской армии, то станут стороной конфликта на Донбассе. В Кремле тем временем обвинили Украину в срыве минских договоренностей. На заседании коллеги Федеральной службы безопасности Путин заявил, якобы официальный Киев не готов к мирному решению и открыто говорит об организации диверсий в России. Впервые на Большой двадцатке Америку представит член команды Трампа новый госсекретарь Рекс Тилерсон. Что он предложит Европе? Дмитрий Анопченко узнавал об этом в Вашингтоне. В американской политике это принято. Накануне больших событий делать громкие заявления. Для того, чтобы заранее расставить акценты. Заранее, когда намеком, когда и напрямую дать понять партнерам по переговорам, к чему готовиться и на какие уступки придется идти. Так, при Обаме новый пакет санкций против России показательно утвердили как раз накануне прошлой двадцатки, в сентябре 16-го. Как сигнал, с чем американский президент летит в Китай. Сейчас, хоть уровень переговоров и ниже, министры, не главы государств. Все тоже ждали, какие намеки сделает Вашингтон. В Госдепе сообщили, Тилерсон в Германии призовет к единству с европейцами по вопросу Украины и по минским договоренностям. Дескать, сделано это будет для того, чтобы подтолкнуть Россию к выполнению своих обязательств. В Украине и повсюду. И еще одно заявление Государственного департамента Соединенных Штатов, сделанное накануне этой встречи министров большой двадцатки по поводу санкций против России. Мол, снимать их пока рано. И это мнение не только и не столько госсекретаря Тилерсона, сколько нового президента Дональда Трампа. Дескать, президент сказал, что отменять ограничения пока слишком рано. И Вашингтон ищет солидарности с Европой по серии мер, о которых уже договорились. На этом фоне показательно и заявление Пентагона по итогам встречи с Павлом Климкиным. Дескать, Штаты по-прежнему настроены на наращивание потенциала украинских вооруженных сил. Что в переводе с дипломатического языка означает готовность поставлять стране более серьезное вооружение, чем сейчас. Здесь, в Вашингтоне, намекают, что вся эта артподготовка нужна была в том числе и для того, чтобы с четкой заранее сформулированной позицией новый госсекретарь Тилерсон мог выйти на переговоры с российским министром иностранных дел Лавровым. И пресс сегодня пишет, что те, кто ожидал, либо наоборот боялся, что Соединенные Штаты теперь при Трампе займут пророссийскую позицию, все-таки могут быть разочарованы. Да, позиция будет другой, чем при Обаме, но она скорее будет проамериканской. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. И, как ожидалось, на саммите Большой двадцатки США уже в который раз призвали Россию выполнять Минские соглашения и остановить насилие в Украине. Об этом на встрече министров иностранных дел G20 в Бонне заявил госсекретарь США Рекс Тилерсон. Там же он встретился с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Встречу назвали знаковой. О чем говорили политики и чего ждать Киеву, расскажет Алексей Пшемызкий. Разговоры о мире под охраной полицейских с автоматами и бронетранспортеров. В Бонне наивысший уровень безопасности. Еще со вчера здание Всемирного конгресс-центра, где встречаются министры, превратилась в настоящую крепость. Для европейцев угроза терактов уже стала привычной. Да и антиглобалисты обещали напомнить о себе. Формально темы сегодняшних встреч дипломатов. Экология, финансы, торговля. Неформально. Европа попытается понять, что ожидать от новой администрации США. Еще ночью в Бонн прибыл новый госсекретарь Соединенных Штатов. Рекс Тилерсон по прозвищу Бешеный Пес. Опытный военный, который теперь будет руководить фронтом международной политики Трампа. Первый визит новой должности и первая встреча с главой российского МИДа Лавровым. Обмен любезностями, но прессу интересует совсем другое. Дипломатов вовсе не дипломатично перебивают. Продолжение следует...